Здоров. Я недавно наткнулась на видео Анны Ломакиной 4-х летней давности в стренду 10 стилей и решила повторить. Первым стилем является мой, хотелось побольше порисовать зубы, так что ебашу улыбку о все 32. Сначала нарисовала пиздец безумный взгляд, который немного похож на Бакуга, но все поправимо. Ебашу палитру, арту, странных фоток и крашу. Очень интересно, конечно, как я собралась с себя трехсветного нефора рисовать в аниме, где дай бог этого цвета мы увидеть можно, но допустим. Ой, блин, только сейчас заметила, что тут освещение делала, а на финале его нет. Второй стиль, это стиль Фудзимота, автора Человека Бенопилы. Я просто обожаю, как он рисует девушек, и вот все эти фаны охуенные, это просто вау. Просто хочется встать и захлопать. И, кстати, никогда не замечала, что он так много внимания уделяет ресницам персонажей. Это прям... Я скорее беру стиль рисования с его обложек, но срисовывала-то я со стиля манги, так что не знаю, как оно получилось. Но мне кажется, нормально. Опенинг Безопилы, кстати, ужасно качает, так что послушайте его. Ай, бля, к сожалению, не послушайте, потому что если я его включаю, то... Его нахуй блокируют, так что саранчик. Так что послушайте пока что этот мегатрек. Фига чувствует кто-то там, чтобы не видела правдоподобно. Третий стиль. Магическая битва. Буду рисовать именно с аниме, потому что немного появился сделать заблужден. Но, бля, это было бы прикольно. Вообще не понимала, как там рисовать крашеных персонажей, но вспомнила эту сигму. Все, что я поняла из этого стиля, это что тут резкий лайм, черный. Ну, правда, я блинки не добавила, но похуй. Вообще, я из всех десяти стилей считаю, что это самый неудачный, потому что как-то не получилось у меня с глазами меня отгадать. Надо было как-нибудь перерисовать. Следующий стиль из мультсериала, аниме, Скотт Пилигрим, Животный Гаусс. Мне очень нравится там вот этот такой вайб общий какой-то. И стиль очень прям... Они херят эту полоску типа на волосах и прям, слушайте, модно. Я думаю, там бы я попала, было хуже на вот эту вот лиспы ямку. Не помню, как ее зовут, но потом узнаю. Пятый стиль, это стиль Тед Плейд. Знаете, я походу просто решила нарисовать себя во всех своих любимых фандомов, но кто бы так ни сделал, е-мое. Поначалу мне прям не получалось рисовать этот стиль, потому что у них огроменные глаза, и как-то вообще не... Блядь, блядь, ебаная. Но потом как-то, слушайте, все выровнялось и даже красиво. Но опять, блядь, брекет, это, конечно, ужас, как получились. И, кстати, еще долго не смогу разобраться, каким цветом залить картинку, чтобы она была в атмосфере Тед Плейда, но, короче... Следующий стиль, это стиль обложек от линии реальности с канала ЛООшки от автора Джейми Сэй «Ни о чем». Очень хотелось что-то такое сделать, и мне прям понравились вот эти вот всякие линии прикольные. Давайте пожелаем художнику этих обложек творческого вдохновения и скорейшего освобождения из рабства. Почему тут стоит музыка из гипербанка? Ну я что, ебурь, что ли? Бля, скажу честно, что над стилем Кокеран Хиггеном я уже там заебалась как-то и не особо старалась, так что, ребята, не описуйте то, что там это, бля... По анатомии печенек там вообще не подходит, ну, как бы вообще, это... Никакого дизреспекта. Ребята, напишите в комментариях, если бы я была печенькой, то с каким вкусом? Вот как вы думаете? О, да, бля, я мечтала порисовать в этом стиле, потому что «Арклин» это охуительный сериал. А еще, бля, эта песня, которая играет на сегодня плане, это... Бля, я разрываюсь каждый раз, когда я ее слушаю. Тут я уже сдалась и начала срисовывать брекеты прямо с картинки, ой, прямо с фотки, то я шлюбляю. Вообще, очень сложно опасть на такой стиль, потому что он как-то заключает в себе реализм и как бы вот такую вот какую-то стилистику, прям вообще вау. Вообще, в стиле Аркейна нету каких-то лайновых линий, там все рисуется просто так, то есть надо будет все отгораживать тенями. Это я сделала в конце. Да, возникли трюкности с рисованием эти волос, потому что они какие-то, ну, реально, бля, 3D-шные такие. Как бы непонятно было. Рисую тени освещения. Следующий стиль, это стиль моей подруги Майя. Она, блядь, пиздец! Вот смотрите, вы просто, блядь, берете нахуй, тыкаете вот пипеточкой вот этой по любому вот месту рисунки, вот по коже, например, блядь, а там нахуй серый. Он, блядь! Я просто ваху, только как она подбирает эти цвета, это, блядь, не человек. Я понимаю, кухон кардинально меняет людей в такой же степени. Блин, я очень хотела похвалить Майю за ее работу, но у меня как-то опять все с матом получилось. Вообще ужас. Он быдло! Следующий и самый последний стиль, это моя мечта 2019. Я просто обожала стиль Синастры и мечтала рисовать в таком же. Рисую скетч карандашом и делаю лайн толстыми линиями. Потом немного их, как бы, срезаю, как это, блядь, сказать-то, по-художественному. И хорошенько так обвожу снаружи. Эх, не привыкла я рисовать эти тоненькие шеи, но я стараюсь. Делаю градиент на волосах. Делаю весь этот цветной лайн, а звездочки вот эти вот. И эти маленькие штучки, как их называть-то, блядь, ну, тучечки такие. Так же тени. Теперь уже все работы корректирую и рисую название этих фандомов. Ну как фандомов, блядь, тут два художника вообще-то, три художника. Майя, я заставила тебя сделать мой коллаб, чтобы ты написала свое имя, и я сделала его как подпись. Все пошло по плану, моему плану. Вот такой вот получился результат. Когда рисуешь в таких стилях, понимаешь, насколько твой уникален, и другие уникальны. Да, кстати, мне за это видео пролетит доху еще жалоб на австские права, так что всем пока.